Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В последний год огромное число людей открывают брокерские счета. Почему они это делают? Ну, первое, потому что доходность в банке по депозитам значительно снизилась и продолжает снижаться. И хочется получать большую доходность. И кто из знакомых где-то или на ютубе какой-нибудь канал Демиткова Юрия говорит о том, что выгоднее намного вкладываться в акции. И действительно это так. Давайте посмотрим сейчас, какую доходность дали, ну, самую высшую доходность дали акции за прошедший год. Сначала года. Сейчас я вхожу в открытие брокеров, личный кабинет. И давайте посмотрим. Вот здесь есть специальная вкладочка торговля. И обзор рынка. И смотрите, лидеры роста. Сначала года я выбрал. Посмотрите. Аптечная сеть 36,6. С начала года дала доходность 133%. То есть больше, чем в два раза увеличился бы ваш вклад. Ну, посмотрите, как это происходило. Это происходило скачкообразно. Где-то вот с середины года. Ну, почему-то другой вопрос. Там, так сказать, изменения продавали там кому-то и так далее. Вот. На втором месте. МРСК Сибири. Компания. Если бы вы вложили в МРСК Сибири, то вы получили бы... Сравните, да? Ставка по депозиту где-то 6%. Если бы вы вложили в МРСК Сибири, вы получили бы плюс 109% доходность. ОГК-2. Вы знаете, что такое ОГК-2? Вот. Плюс 101%. АФК Система. Это очень крупная корпорация. Плюс 88,36%. МОЭСК. Плюс 70%. Русская аквакультура. Плюс 65%. Что такое русская аквакультура? Ну, вы покупаете рыбу. Семгу. Вот. Россети. Плюс 65%. Сургут. Нефтегаз. 62,39%. Вы понимаете? А вы все еще... Да. Газпром. 61%. Просто Газпром. А вы все еще держите деньги на депозите. Конечно, надо открывать брокерский счет и вкладывать в акции. Но какие акции купить? Вот эти акции, ну, они уже выросли с одной стороны. А с другой стороны кое-кто из соседей, знакомых, и вам говорит, «Но акции-то могут и упасть». А вдруг они упадут? И давайте-ка посмотрим, падают ли акции. Ну, конечно, падают. И те акции, которые уже выросли, брать, наверное, уже поздно. Может быть, брать те, которые уже упали? Опять же, смотрим, с начала года лидеры падения, финансовая группа «Будущее» минус 56%. То есть, ваш вклад, если бы вложились в финансовую группу «Будущее», уменьшился бы больше, чем наполовину. ОАО «Солерс» минус 30%. Ваши денежки уменьшились бы на 30%. Что такое «Солерс»? Это производитель автомобилей, но вы их все видите. Госкомпания «ТНС Энерго» минус 27,71. Распадская минус 21,35. Посмотрите, какие графики. «Росагра» минус 19,67%. Может быть, их брать, потому что они могут и вырасти. МРСК «Центра» и «Приволжье». Почему бы их не взять? Они упали. Но, а вдруг они дальше будут падать? «Алроса» – «Алмазы России» минус 17%. «Софмар» минус 17%. «Обувь России» минус 16%. Что же брать? Хочется, конечно, чтобы акции выросли. Но есть опасность. Как выбрать те инструменты, которые вырастут? И если вы неопытны, то, в общем-то, есть огромный риск ошибиться. И, конечно же, надо делать все очень-очень аккуратно и осторожно. Потому что, вы видите, есть бурный рост в два раза, а может и в два раза все и опустится у вас. Но какие, может быть, самые надежные инструменты есть? Есть такие самые надежные инструменты. Они называются ОФЗ – «Облигации федерального займа». Но как их купить? Тоже надо знать. Надо поставить либо терминал, либо определить, какие вы хотите ОФЗ. Их там огромное-огромное количество. И самое печальное, что они дают доходность абсолютно гарантированную. Но эта доходность будет в районе 6-7% годовых. Да, купон выплачивается два раза в год. Да, ежедневно начисляется накопленный купонный доход. Да, вы в любой момент их можете продать без потери доходности. Все классно. Но как их купить? Вы же не знаете. Какие варианты здесь есть? То есть, смотрите, вы можете начать самостоятельно изучать, как покупать и какие ценные бумаги. Именно это я и предлагаю в своем курсе «Биржа для чайников». Но он платный. Курс «Биржа для чайников» вы можете легко найти. Вот там вот ссылочка будет, буквочка «И». И здесь никаких проблем. Но разбираться-то не хочется. И какие есть варианты для того, чтобы не потерять деньги и для того, чтобы заработать. Брокер, ну в частности «Открытие», придумал следующий инструмент для абсолютных новичков. Вот вы пришли на биржу и вы не знаете, что купить. Вот специально для новичков есть такая штука, как модельный портфель. То есть, вот то, что я рекомендую абсолютно бесплатно. Вы зайдете на сайт demetkov.ur.com и вы найдете кнопочку «Модельный портфель». Там подробно рассказывают, как открыть брокерский счет и как его пополнить и как получить максимальную прибыль. Ну, прежде всего, я рекомендую открывать ИИС, индивидуальный инвестиционный счет. Это счет, на котором вы просто делаете свои накопления. В течение трех лет вы не снимаете эти деньги, вы их там накапливаете. Но за пополнение, если вы работаете и платите подоходный налог, то вы имеете возможность, пополнив ИИС, по итогам года на срок до 400 тысяч вернуть свои деньги. Подоходный налог, который уплачен до 400 тысяч, это 52 тысячи рублей, если вы его заплатили. То есть, если вы платите подоходный налог. Ну, я сейчас не буду распространяться об этом, потому что вот это один вариант. Им надо пользоваться, если вы готовы не снимать деньги в течение трех лет и пополнить ИИС, воспользоваться этой. То есть, если вы работаете, по крайней мере, ни на пенсии, ни ИП, то этот вариант я очень-очень сильно рекомендую. Вот он, доходный ИИС. И что это такое? Это модельный портфель, который предлагает брокер. Здесь все крайне просто. Вот, посмотрите, сейчас я с начала года, вот опять же, да, вы видите результат. Посмотрите, это акции, которые рекомендуют аналитики, которые разработали специально вот эту схему. Модельный портфель. Посмотрите, вот они. И да, они сначала, вот в начале года модельный портфель очень хорошо рос. А потом, вот здесь февраль, вот 11 февраля пик. С февраля он начал падать. Они падают, бывает такое. И он так потом еще немножечко приподнялся, снова стал падать. Смотрите, если бы вы открыли в феврале, например, доходный, модельный портфель доходный, то у вас минус был бы. Вот, к маю месяцу, к концу мая у вас минус. Но потом, с конца мая пошел вверх. И вот эти вот точечки, посмотрите, какие приятные точечки. Что это такое? Зачисление доходов по ценным бумагам. Вы уже начинаете получать дивиденды от тех бумаг, которые у вас находятся в портфеле. Вот, посмотрите, вот еще точечка. Маленькие дивиденды, но они есть. И вот эти акции начали расти, понимаете? Вот смотрите, они растут, растут. Вот, потом наступает август месяц. И в августе все акции начали падать. Ну, не исключением стал и модельный портфель. Вот он, он упал в августе. Но в сентябре он уже начинает подниматься. В начале сентября модельный портфель. Хотя в сентябре еще там, по-моему, не все закончилось. Вот, но тем не менее он начинает подниматься. И снова он поднимается, поднимается до конца сентября. Но потом в конце сентября снова падает. Вот так. Такое бывает, да? Потом снова растет, растет, растет. Вот, посмотрите, в конце года, вот на настоящий момент, в этом портфеле. Это портфель оформленный, ну, на мою жену. Я в него не лазил, я просто, я про него буквально, ну, забыл. Что такое модельный портфель? Иногда, раз где-то вот в 2-3 месяца последнее время, там, приходит смс-ка на телефон. В 2-3 месяца. Ничего не надо знать. И приходит смс-ка. Приведите в соответствие модельный портфель. Вот он, модельный портфель. Здесь акции российских компаний, акции иностранных компаний, депозитарные расписки. Но на самом деле это все российские компании. Иностранные компании, я вам скажу по секрету, это Яндекс. Депозитарные расписки – это РусАгро. Но дело в том, что РусАгро зарегистрировано на лондонской бирже. Яндекс тоже иностранная компания считается. Инструменты какие в данный момент? Я, пожалуйста, могу показать вам. АФК-система, помните, которая вот дала максимальный рост? Вот она здесь. Яндекс дал бешеный рост за последний год. Ну, вот он здесь. Вот он. Русал. Ну, так себе детский мир дал рост хороший. Ну и так далее. Давайте посмотрим, как рос он в историческом плане. Это за буквально 6 лет существования модельного портфеля. Вот синеньким – это индекс московской биржи. Красненьким – это модельный портфель доходный. А вот если бы я смог провести, то вот примерно вот так вот, вот так вот я провел бы. И вот здесь вот была бы точка. Это если бы вы держали деньги на депозите. Вот так, друзья мои. То есть, ну, явно видно, что уже модельный портфель, в котором вообще ничего не надо знать. Вы пополнили счет. Я об этом рассказываю. Вот demetkov.ur.com. Кнопка «Модельный портфель» бесплатно. Как открыть брокерский счет, как модельный портфель, значит, ИИС, не ИИС. Все это я рассказываю. Нажимайте, пользуйтесь и начинайте инвестировать. И не пробуйте самостоятельно торговать. Вот что я вам советую. Потому что акции могут действительно как вырасти, так и упасть. Какие еще варианты я могу предложить для начинающих инвесторов? Что предлагает открытие? Посмотрите, какая штука интересная. Структурные продукты. То есть, смотрите, акции могут вырасти, а могут и упасть. А можно ли сделать так, чтобы если акции упадут, мы ничего не теряем? А если акции вырастут, то мы получаем прибыль. Вот есть такие чудесные продукты на самом деле. Здесь надо знать еще меньше. Заходим вот сюда. Смотрите. Во-первых, смотрите. На ИИС пополняете, 13% возвращаете. Это однозначно. Если не ИИС, пожалуйста, доступно на не ИИС. Есть подходящие продукты. Абсолютно бесплатно. Каждый может просто вот зайти. Открыл брокерский счет, у вас появляется вот такой личный кабинет. Заходите. Нажимаете кнопочку. Структурные продукты. Защитные. Куда можно вложиться? Куда можно вложиться? Все ожидают кризис. Что делать? Может быть в доллары? Фигушки он вырастет. Доллар. Он уже давно не растет. Кто-то говорит, покупай акции Apple. Они растут и дают дивиденды. Почему нет? А кто-то говорит, слушайте, ребята, если кризис, все покупают. Что? Защитные активы. Защитные активы – это золото. Так вот, если кризиса не будет, а почему его не будет? Ну, президентские выборы в Америке, Трамп приложит все усилия, чтобы этого кризиса не было. Поверьте мне. А вдруг будет? Кто его знает? Золото. Можно купить золото. Если кризис будет, золото вырастет в цене. Если, потому что все уходят в золото, а если кризиса не будет, а будет наоборот рост, то золото упадет в цене, но вы ничего не потеряете. Вот такой продукт есть. Вот он. А вот есть продукт на акции ГМК Норникель. Это, ну, здесь представлено только три защитных продукта. На самом деле их намного больше. Когда вы откроете брокерский счет, у вас будет личный менеджер у открытия брокер. Открытие брокер каждому предоставляет личного менеджера. Ну, понятно, что он на несколько человек работает. И вы можете у него спросить, какие есть защитные продукты. Скажете, вот Демитков Юрий сказал, что есть такие защитные продукты. Я хочу. Вот. Но смотрите, какие ограничения. До июня 2021 года принципиально этот продукт, он принципиально имеет достаточно высокий срок. 100% что такое защита капитала. Вы в любом случае ничего не потеряете. Что такое 55%? Смотрите, показываю. Это на золото. Вот то, что у меня есть. Структурный продукт на золото. Посмотрите, защита капитала, участие в доходе. Вот что такое 50%. Если золото вырастет в цене, скажем, на 10% или на 50%, то вы получите... Ваша инвестиция увеличится не пропорционально, а на 55% от этого роста. Но зато вы имеете гарантию, что она не упадет. Хотите больше? Пожалуйста. Вы можете получить 70% от роста базового актива. Но тогда вы снижаете свою гарантию. То есть вы готовы пойти. Если золото будет падать, то вы готовы рискнуть. И вы готовы к тому, что ваша инвестиция может уменьшиться на 2%. В худшем случае, в лучшем случае, она увеличится на 70% от того роста, который дало золото. Ну и если вы готовы к просадке на 5%, вы готовы к этому, то 90% от роста золота. Вот такой продукт. И здесь есть еще ограничение от 250 тысяч. И есть еще одно ограничение в том, что этот продукт достаточно долгий. и он до 2021 года. Что будет после? Ну, он закроется автоматически. И вы только тогда получите свою доходность, если золото вырастет. А если не вырастет, то вы просто вернете свои деньги. Вот такие защитные продукты есть. И то же самое, возвращаемся к витрине, соответственно, акций Apple. То же самое. Смотрите, акции Apple постоянно растут. Это крупнейшая компания, одна из крупнейших компаний в Америке. Акция Apple выпускает те самые iPhone, те самые iPad и много всего прочего. Часы Apple Watch. Вот. И она постоянно растет и платит хорошие дивиденды. Но, значит, если вы купите этот структурный продукт, вы дивидендов от акций не будете получать. Вы будете получать только процент от роста акций соответствующий. Вот. И то же самое. Доступно на ИИС. И у вас будет стопроцентная защита. Почему акции Apple могут упасть? Да легко. Сейчас, вы знаете, есть проблемы между Америкой и Китаем. У них там переговоры, торговые войны и так далее. И очень много айфонов покупают китайцы. И они говорят, а мы сейчас возьмем и прекратим продавать ваши айфоны. Тут же акции компании Apple, ну уже были такие штуки, они падали. Такое бывает. Почему нет? Вот, поэтому защита капитала. Я вам рекомендую именно эти. Но, если вы готовы немножечко рискнуть, вот, пожалуйста, купонные. То, что я покупаю, это нота номер один, нота номер два, нота номер три. На один год продукт. Доходность 20% годовых, периоды наблюдения раз в 20 дней. Я сейчас не буду об этом рассказывать, раз в 30 дней. Не буду подробно рассказывать, об этом есть другие видео. Ссылочки вы увидите на моем канале, если подпишетесь на него и поставите колокольчик. Такие продукты, ну тоже для новичков. То есть вы готовы рискнуть, в общем-то, здесь есть риск, я тоже говорю. Но эти продукты подбирают аналитики, открытия брокер. Они смотрят, какие акции подобрать для того, чтобы они росли. Как они это делают? Можно ли самостоятельно? Я ломаю голову, но, честно говоря, получается так, что для физика эти, самостоятельно сделать это невозможно. Именно поэтому их предлагает брокер. То есть он конструирует эти конструкции, вот такие, и предлагает 20% годовых. И риск там небольшой. Лично я вот эти ноты тоже вкладываю. Я показывал вам инвестиции. В конце видео вы увидите ссылочку на мой инвестиционный портфель, что я покупаю и так далее. Если вы подпишетесь, то вы увидите все это. Ну, а сейчас я, в общем-то, думаю, что я раскрыл немножечко тему. Абсолютно бесплатно, абсолютно для новичков. Вот такие продукты доступны. Если вы ничего не знаете в инвестициях, абсолютный чайник, вот вам, пожалуйста, два варианта. Итак, для новичков я считаю, что самые интересные продукты – это модельный портфель. Когда вы покупаете акции по рекомендации аналитиков, их цель как минимум в два раза выше, чем ставка депозитная. То есть, это вот программа минимум. Иначе они считают, что они зря едят хлеб. И, ну, я с ними общался, они именно так озвучивают эту цель. Вот. Второй вариант – это структурные продукты с защитой капитала. Вот золото. Акции Apple, пожалуйста. Акции GMK Nournickel, пожалуйста. То есть, это расчет на рост, но с защитой капитала. И третий вариант – это, конечно, самостоятельная торговля. Но тогда вам придется изучить, ну, как минимум, курс биржи для чайников, который вы найдете на той же самой странице demetkovyur.com. Ну, я приглашаю вас в мир инвестиций. Он очень увлекательный. Сейчас спасибо за внимание. Вот там вот кнопочка. Ссылочку вы найдете на demetkovyur.com в описании к данному видео. Все подробнейшим образом, как открыть брокерский счет и так далее. А сейчас все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. До встречи. Деметков Юрий.